всем привет с вами крома ненец и сегодня мы будем опять гулять и разговаривать потому что я вышел опять на прогулку в особенности потому что утро сегодня вышло шикарное а сегодня у нас я путаюсь в пространстве и времени с этим карантином но по-моему сегодня понедельник отличное утро понедельника очень много животных может быть даже по дороге мы встретим кого-нибудь в общем сегодня мне хотелось бы поговорить о том что делать после того как вы как минимум считаете для себя либо чувствуете что у вас больше нету пор на зависимости вы на воздержались у вас так скажем весь бетон положен каскад построен нужно теперь как-то это все залаживать кстати насчет животных я уже там вижу элка это лосис я не ошибаюсь на русском двое даже элков а сейчас я призумирую может поэтому вам будет тоже видно там стоят но а мы пойдем по аризона трейл туда вот а потому что я сейчас нахожусь на этом же этапе когда вроде бы уже порно зависимости нет хотя ломки даже через год до сих пор у меня происходит мне кажется от них будет сложно полностью избавиться как минимум сейчас может быть через два года потому что многие люди говорят что для того чтобы избавиться полностью от зависимости должно пойти два года наверно сделаем еще одно видео про это через год о том как я себя чувствую после два года воздержания но в общем как бы я больше не чувствую сильно себя депрессивным нету много стресса и хочется уже чем-то заниматься более серьезным то есть этот реабилитационный период мне как кажется практически прошу для меня прошел успешно поэтому надо понимать что сейчас когда вы начали воздерживаться и вас не тянет больше к порнографии нужно мне кажется избавляться от других зависимостей а именно как я считаю самый большой бич человечества это виртуальные зависимости я к ним отношу зависимость от интернета конечно же порно мы все смотрим в интернете поэтому а можно это тоже наверно как это принести как зависимость к интернету зависимости к телефонам гаджетам послушайте сколько птичек здесь прекратил съемку чтобы просто насладиться обожаю природу я мне кажется что я бы не смог бы жить где-то в большом городе постоянно ради работы там на пару лет но в итоге я бы в любом случае выбрал бы природу извиняюсь сейчас еще один кат придется сделать потому что телефон пожаловаться на недостаточность памяти но давайте продолжим о чем я говорил я говорил о том что после того как вы достигли нормальной степени воздержания то есть во у вас принципе нету ломок каждый день вы уже понимаете что нужно двигаться куда-то дальше из-за того что у вас теперь больше самоконтроля у меня например но всегда так происходит потому что когда я срывался помимо того что я чувствовал себя херово начинались другие так скажем издержки как это назвать издержки срыва давайте скажем какие-то были издержки я начинал жрать очень много сладкого прям тоннами я мог съесть один литр мороженого за день целый там какой-нибудь чизкейк короче не контролировал себя совершенно сидел в интернете постоянно смотрел youtube то есть самоконтроль вообще не существовал моей жизни но когда я стал воздерживаться помимо того что не у меня получилось контролировать себя с порнографией также становится очень легко контролировать себя с обжорством с интернетом и другими вещами и вот когда вы уже начали воздерживаться нужно начать себя контролировать от других вещей то есть самодисциплина выходит на новый уровень и сейчас я себя не сильно плохо чувствую в плане того что я пойду в лес сяду на лавочку и просто буду задумываться о своей жизни осознавать в каком положении я нахожусь потому что ну никто не работает как вы понимаете и это чувство соревнования оно не такое сильное то есть например раньше если я сел ну конечно же мой канал про воздержание про самодисциплину и так далее но в игры я иногда игра если например раньше я мог прийти с работы и и подумать окей я хочу просто расслабиться дай давай-ка я поиграю контир dead redemption на часик засяду просто особенности если я хочу поностальгировать по еллоу стоуну там ну как то можно сказать слизана с вайоминга и такой типа сидишь ностальгируешь но все равно нормально расслабиться не получается потому что в особенно в америке где соревновательный дух находится на самом высоком уровне так как тут полностью открытый рынок люди стекаются со всего мира и поэтому каждый борется за свой маленький островок как вы понимаете и у меня не получалось расслабляться из-за этого то есть каждая каждая минута для меня была на счету я думал если сейчас сижу играю это просто трата времени нужно идти учить что-то но сейчас у меня это получается более-менее сделать но все же я не провожу все время за играми я больше люблю выйти куда-то на улицу и начать думать о своей жизни и как я стал это делать а я это делаю очень часто и по несколько часов я из-за этого стал меньше пользоваться гаджетами интернетом я понял что мне это все не нужно мне нужен интернет мне нужны какие-то скандалы мне хочется просто жить мне хочется заниматься своим делом и развиваться то есть я читаю короче я перестал смотреть многих блогеров я перестал сидеть в интернете не контент который я раньше смотрел для меня стал совершенно не интересным после того как я начал проводить время на природе читать книги анализировать я стал понимать что большинство контента на ю тубе имеет какую-то свою адженду что я имею виду под этим что они пытаются сюда приводить факты которые только полезны для них примеру если это будут коммунисты на ю тубе я например их тоже иногда смотрю мне интересные разные взгляды но ты понимаешь что они будут приводить факты которые будут бенефировать не будут в их пользу в общем если это будет какие-нибудь либералы они только будут показывать те факты которые будут для них являться подтверждением то есть у нас идет такое баист и это нехорошо но когда ты например читаешь нормальную литературу на какую-то тему без никакого баиста ты просто анализируешь и выводы делаешь сам это самая лучшая я считаю литература которая не пытается тебя склонить в какую-то сторону а именно дает тебе просто информацию но к сожалению интернет он стал именно таким он стал более радикальным там нету нормальные рациональной информации люди из-за того что у нас у всех это психология племени трайбл с экологи то есть мы хотим куда-нибудь в какое-нибудь свое сообщество вступить которая нам симпатизирует у нас начинаются такие беспорядки поэтому к сожалению мне кажется интернет не самое лучшее место для получения информации и во второй части этого ролика я бы хотел затронуть где вопрос девушек женский вопрос потому что когда вы начнете воздерживаться это будет происходить у вас на протяжении нескольких месяцев к примеру вам захочется очень сильно когда захочется найти себе девушку потому что начнут играть гормоны когда они именно у вас восстановится это совершенно нормально я как считаю если у вас будет хорошая дисциплина вы сможете себя контролировать но в большинстве случаев мне кажется большинство людей не сможет и вы будете себе наверное уже искать даже любую девушку даже если бы в нормальной обстановке если у вас гормоны сильно не играли вы бы с ней вообще даже не заговорили и здесь начинаются проблемы потому что вы можете потом пожалеть о своем выборе потому что гормона будет играть вам с вами вы захотите заниматься сексом вы захотите найти кого-то как можно быстрее и на первую попавшуюся девушку вы скорее всего наброситесь если она конечно вам покажет какую-то инициативу то есть вы увидите что она тоже вроде что-то хочет ага все понеслась и вы можете попасть в плети даже вы можете начать с того что вы заведете с ней отношения прям серьезные этого лучше не делать когда вы очищаете свой организм от всех этих проблем лучше отказаться от всего что связано с серьезными отношениями на первый наверное год тупо потому что во первых как я сказал вы можете выбрать себе девушку которая вам совершенно не подходит и вы ее тупо выбрали из-за своих гормонов да я знаю один из плюсов воздержания это то что вы сможете на девушку не как не как на сексуальный объект но все же большинство мужчин не кается из-за гормонов будут смотреть на девушку может как не на сексуальный объект но все же они будут хотеть получить какое-то внимание от девушки эти эту всю теплоту и так далее знайте что воздержание может иметь такой вот минус и в особенности когда вы уже будете нормально воздерживаться чувствовать себя достаточно уверенно поэтому следите за этим я вам очень сильно рекомендую потому что потом вы можете очень сильно жалеть об этом так как история показывает и вообще наши инстинкты так построены что мужчина в первую очередь добивается девушку как бы вы этого не отрицали но это так то есть сильный альфа-самец привлекает девушку чтобы стать альфа-самцом нужно развиваться нужно иметь какую-то дисциплину не обязательно иметь шесть кубиков как обычно многие люди которые не сильно разбираются в некая соотношениях в женской психологии они считают что если там есть кубики мышцы плечи то все ты уже женщину позаполучил нет это не так и чем больше я наверно проживаю времени в этом мире то больше я фактов подтверждающих что это не так вижу то есть девушки даже могут увидеть какого-нибудь такого жердя можно сказать лишь бы он был бы просто в себе уверены от него сочилась так скажем мужская энергия вот давайте подумаем насчет юмора юмор он взялся вообще ниоткуда если так подумать со стороны эволюции он вообще не нужен зачем нужен юмор для того чтобы выживать для того чтобы сказать какому-нибудь альфа-самцу смешную шутку он скажет окей я не буду тебя убивать для того чтобы получить ресурсы для выживания ты достаточно смешной приходи к нам в время ты будешь шуток нет конечно же скорее всего люди выработали юмор именно мужчины если говорить точнее для того чтобы пикапить телок почему потому что девушки любят юмор и скорее всего юмор в нас эволюционировал тупо потому что он нам нужен для того чтобы заполучить самку и продолжить свой род это конечно же не точно не точная теория я бы сказал нельзя сказать что это факт но просто задумайтесь об этом достаточно интересно поэтому я вам говорю что многие вещи мекаются в нашей эволюции как минимум я говорю про мужчин я не знаю про женскую психологию так хорошо как о мужской потому что я мужчина но мне как кажется многие вещи которые мы мужчины создавали и делали были ради девушек это была самая большая ошибка в истории человечества в истории мужчин потому что многие войны многие проблемы начинались из-за так сказать пиздятины это нехорошо конечно же иметь девушку в какой-то плане классно но нужно быть всегда рациональным потому что как еще говорила моя преподавательница в университете что если женщина понимает психологию мужчин она может с ними играть как как с каким-нибудь котенком и это правда несмотря на то что мы очень физически гораздо сильнее чем женщины психологически мы можем оказаться гораздо слабее и если подумать об этом именно сейчас это происходит потому что многие мужчины выросли без отца либо отец был слабым то есть он показывал слабые мужские стороны и тогда можно даже сказать как будто у них отца и не было то есть воспитывались они в основном матерью и это большая проблема которая влияет на многих мужчин в наше время просто подумайте о том сколько много слабых мужчин у нас появилось именно психологически слабых он может быть накачан может там все вкалывать стероиды выглядеть с альфа-собцом но потом его девушка бросает и он там вешается начинает там бить все крушить у меня бросили это конечно же уже не совсем по-мужски поэтому знайте что после того как вы откажете от партнографии возможно следующая битва для вас будет именно держаться подальше от девушек это я вам рекомендую и конечно же напоследок мне хочется сказать что вам нужно понимать что сейчас когда вы начали воздерживаться и когда у вас уже в принципе мозг работает нормально время действовать я ненавижу многих мотивационных блогеров я сам понимаю что большинство моих видео это как раз таки мотивация но я сам нахожусь наверное в таком же положении как и вы парни да возможно вы находитесь в татарке деревне какой-нибудь а я нахожусь в Гранканьоне да возможно вам кажется что из-за места мое положение лучше но это совершенно не так именно в мозгу если ты не самореализовался это не имеет никакого значения находишься ты в Америке в России в Китае в Украине в Беларуси как по мне потому что в первую очередь у нас всегда идет борьба именно с самим собой ведь надо понимать что мы пытаемся открыть в себе человека потому что многие из нас мне кажется в душе остались животными и вот эти вот все самодисциплины какие-то страдания они ведут к тому что мы хотим открыть в себе человека в первую очередь и надо к этому стремиться а где вы находитесь это действительно важно хоть конечно же еще раз повторюсь природа помогает тебе с открытием человека внутри тебя значит вот так наверное подведем к концу эти кроманьонские походы к сожалению мы не встретили ни одного животного хотя я ожидал я знаю что возможно чуть-чуть сумбурно все вышло возможно не очень хорошо была построена речь в этом видео но все же мне просто нравится ходить и разговаривать самим собой точнее с моим телефоном а потом уже и с вами спасибо что посмотрели если вам нравится такой формат видео где я просто хожу у себя по округу то пишите в комментариях напишите давай еще либо пиши но блин все отписываюсь ты уже какую-то фигню повторяешь но все же давайте пока